Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Яна и у нас с вами мукбанк очередной. У меня сегодня опять у меня ужин легкий, как бы я бы сказала, но не совсем. Опять-таки у меня здесь салат, огурцы, помидоры, лук, зеленушки чуть-чуть и у меня брокколи тушеные. Не знаю, видно нет, у них такой, правда, цвет не очень зеленый, потому что я их тушила с соевым соусом. Ну, тут у меня еще оставался, значит, этот, ох, еще пар идет, всем, кто собирается есть, кушать, приятного аппетита, давайте торопезничать вместе. Какая-то деревенская смесь, что-то такое там, ну там чуть-чуть было у меня, там была, по-моему, картошка, морковка, фасоль, кукуруза и горошек. Там была совсем чуть-чуть, поэтому я все вместе потушила, добавила соевого соуса и в конце чесночок бросила. Вот такие дела. Как хорошо летом, да, друзья? Овощи, огурчики, помидорчики. Еще бы это все было домашним. Ну, еще рано. Просто шикарно. Хочу я вам сказать. Просто шикарно. В общем, хочу доотвечать на вопросики. У меня есть еще от Ангелины вопрос, сейчас я найду. Где-то найду, найду. Блокнот, я в этот раз старый блокнот записывала и нашла свои записи. 17 октября, вот у меня 2016 год, 24 августа 2016 год. Я записывала, в общем, сколько у меня видео и сколько просмотров у меня на каждом видео. Вот видите, просмотры 24 августа 2016 год. Канал я создала в марте 2016 года. Это вот я про основной канал говорю, не про этот. Ты у меня, видите, на первом видео 73 просмотра, 47 просмотров, 60 просмотров, 53 просмотра. Вот такие были просмотры. Маленькие, небольшие. Так, ладно, ностальжи. Сейчас найду вопросы. Подождите. Да что же Яма все записывает, как это, знаете, ни туда, ни сюда. И вот мне не лень же было это все записывать. Так, я вообще сюда записывала, нет? Короче, сейчас найду. Подождите секундочку. Нашла. Так. Давайте. Ммм, вкусно. Сегодня хоть погулять ходили. А то вчера у нас весь день погода. То ливень не вонет, то солнце выйдет. Только собрались вчера гулять, ливень пошел просто стеной. Ничего не видно. Я там начала домашними делами заниматься. Потом поели, опять собрались идти. Опять стеной, грозища. А у нас еще вчера, короче, вот когда гроза была вечером. Ну, кто вчера, скажи, узнает, наверное. В Заресье у нас есть тут такой райончик. Вон я попала в крышу. Там таунхаусы, по-моему, трех- или двухэтажные стоят. Кабинные эти дома. И попала вот в кровлю. И пожар был. Вообще кошмар. Ну, вроде так. Ну, всех эвакуировали. Ну, в любом случае у людей жилье-то пострадало. Я вот только понять не могу, почему, что неужели там нет грома отводов. Как так-то? Или они не помогают? Я всегда думала, что на высоких домах, на девяти, на десяти этажах, ну, вообще на домах грома отводы стоят. Кто вот в этом понимает? Я вообще, ну, как бы боюсь грозы. Особенно, когда ночью это начинает сверкать, греметь. И я всегда закрываю все окна. Все окна я закрываю, даже если духотища дома, потому что я боюсь шуровой молнии. О, я если я на улице окажусь, то... Что со мной будет? А вы боитесь грозы? В общем, вопросик. Ангелина Бонбон, Англиночка, большой тебе приветчик. Англиночка, кстати, тоже свой канал. С мукбангами очень интересный, мне нравится. Как блогерам присылают вещи на обзор, как это происходит? Как долго ты набирала 100 долларов? Трудно ли их выводить? Были ли с этим сложности? Ну, сначала про доллары. Честно говоря, мне просто повезло на самом деле. И я еще раз повторю, что два канала, этот и основной мой канал, я работала с партнеркой. И там можно было выводить... Кстати, вот в чем преимущество партнерок, ну, они сейчас никого не берут, ну, маленький канал практически. Там можно выводить, ну, различные суммы денег. Я выводила тогда на вебмане. Даже мне не надо было эти 100 долларов копить. Я помню, там, первый месяц я 4 доллара вывела, там, 3 вообще, там. Первый раз, по-моему, вообще центы выводила. Если судить... Ну, то есть у партнерки не надо копить эти 100 долларов. Особенно на вебмане, там вот порог выплат был, по-моему, 50 центов. Так, отвлеклась, Ева меня позвала. Чего я говорила? Поэтому... То есть с партнеркой мне не было проблем. Но если вот взять вот так вот мой... Наверное, я год копила эти первые 100 долларов, честно говоря, чтобы вывезти. Все зависит от просмотров. Может быть, меньше года. Но сначала я очень там вообще копейки получала, реально. Вот единственный плюс, кстати, партнерских программ, что там можно вот вводить деньги, допустим, там, на вебмане, там, 50 центов, по-моему. Ну, сейчас уж по-другому. На карту. Там тоже есть какой-то порог выплаты. Вот. А так... Вот канал, который я сразу на прямую соцсенсом работала. Там мне просто повезло. Мне выстрелило одно видео. Я моментом набрала эти 4 тысячи часов. И пока я ждала вот это вот все одобрение, пока я ждала письмо, у меня накопилось гораздо больше денег, чем 100 долларов. Поэтому у меня не было проблем. Выводить несложно, абсолютно. У меня никаких проблем не было. Вводишь свои там реквизиты, если на карту, то нужно будет номер счета, не номер карты, там номер счета именно нужно будет. Если это Сбербанк, это можно посмотреть там в Сбербанке онлайн кабинете есть, либо в своем банке узнать. Ну, в общем, трудностей никаких. Ну, все, 21 числа. Если ты набрал эти 100 долларов, приходит письмо на электронную почту, что проверьте, поступили ли деньги на ваш счет. Ну, там, если это на выходные, допустим, в пятницу, допустим, если это письмо пришло, то, может быть, придется там до понедельника подождать. Если это будний день, то на следующий день день уже приходит. Ну, как бы вообще никаких проблем с этим нет. Никогда не было. Ну, а вообще, конечно, да, тяжеловато копить, если нет просмотров, то... Вот, еще раз повторюсь, плюс партнерских программ в том, что... Там можно выводить маленькие суммы денег. Вот. Я думаю, что сейчас партнерки не нужны, потому что они тоже забирают свой процент денег, опять же. То есть, YouTube у вас забирает процент от заработка, от того, что вы зарабатываете. Плюс еще партнерская программа забирает. Я вот пока еще... Не могу понять. Я первый месяц только без партнерки вот. Не могу сравнить. Где лучше, но не хуже, во всяком случае, точно. Ну, просто говоря, что партнерки там рекламу добавляют, судим-сюдым. Не знаю. Так. Так, блогерам присылают вещи на обзор. Как это происходит? Ну, если ты имеешь в виду, как получить этот товар на обзор, то... Ну, кто-то пишет сам, если внизу ты оставляешь электронную почту свою, да, там, для писем, предложений, для сотрудничества. Кто-то пишет сам. Я вот помню, я писала сама, я очень много куда писала. То есть, ну, я говорю сейчас не про этот канал, а про свой основной канал, где у меня там одежда, покупки и т.д. и т.п. Обзор всякий. Я много куда писала. В большинстве своем присылаю. В большинстве своем это бартер, то есть, за это ничего не платят, просто присылают товар, ты его обозреваешь. Ну, на мукбанках... Не, я видела, на мукбанках Василек рекламирует. Ну, это, да, хорошие просмотры. А маленьким каналам вряд ли он будет присылать. Поэтому я даже на мукбанке не знаю, как. Ну, вот... Они... Сами могут сами написать. Либо сама пиши. Вот видишь, кто-то что-то рекламирует. Я смотрела у других блогеров, кто что-то там показывал, рекламировал. Я заходила на сайт, искала электронную почту и писала. Писала, писала. Не всем, конечно, но на начальном этапе было так. Потом мне стали сами писать, компании какие-то. Ну, в основном это... Какая-то косметика у меня. Баночки какие-нибудь. Ну, когда начался вот этот прошлогодний, так сказать, кризис наш, вообще просто... Все упало. Все пропало. Чем мукбанги, наверное, и не выгодны? Потому что, ну что здесь могут прислать? Ну, наверное, я думаю, популярным мукбангерам, ну, какие-то доставки присылают, что-то. И то, мне кажется, это так редко. Я вот не видела прям такого, чтобы... Ну, я не вникала. Видела, кто-то из мукбангеров рекламировал косметику, Organic Zone. Они всем присылают. Вот так. Ничего сложного в этом нету. Я писала сама. На начальном этапе, еще раз говорю. Но когда у меня уже, конечно, было около 20 тысяч подписчиков, я начала писать. Вот. А мукбанги, ну, наверное, только можно заработать, допустим, рекламируя другие каналы. И все. Потому что я вот не знаю, что нам можно прислать на обзор. Такие дела. Сейчас с этим туго. Больше присылают уже прям вообще у кого много просмотров. Ну, популярные блогеры прям, уже кто прям популярный, популярный. Но они за бесплатно ничего не рекламируют, конечно. Они за всю денежку берут. Меня устраивает бартер. Что-то новенькое попробовать. Какие-то продукты. Вот мне присылали Космобель. Магазин есть, интернет-магазин. Там вообще все, просто все есть. И косметика, и трикотаж, и все-все-все. Я там заказала белорусскую тушь. Она мне так понравилась. Причем она так стоит вообще копейки. Объелась. Есть какие-то, мне кажется, сайты. Где блогеры оставляют свои там данные. Сколько у них подписчиков. Сколько у них средних просмотров на каждом видео. Ну, типа, глаща, клим. Там могут их вот увидеть рекламодатели, так сказать, потенциальные. Но я на канале нигде не это. Не регистрировалась. Да, у меня сейчас упали просмотров. Я вообще плохо занимаюсь основным каналом. Да и вообще всеми каналами. Вместе взятыми. Вот такие дела. Нам, мубангерам, только еда какая-нибудь светит. У меня, кстати, чай было. Я забыла. С лимончиком зеленым. Мне все это вот как-то, я всегда говорю, что у меня YouTube это вот как бы больше, да, наверное, к хобби относится. Что я вот никогда не стремилась там зарабатывать прям какие-то большие деньги на YouTube. Нет. Я начала это делать вообще просто вот ради интереса, посмотреть, как это, что это, изнутри понять YouTube. Я никогда нигде не заказывала там себе рекламу, не покупала, не накручивала там себе ни подписчиков, ни просмотров, ничего. Не покупала комментарии. Ну, как бы я... Ах, все, лайтово. Как идет, так идет. То есть я не напрягаюсь вообще по этому поводу. Такие дела. Ну, сейчас на YouTube вообще, ну, я сравниваю вот те, когда и то, что сейчас происходит. Ну, это две большие разницы. Много вот таких вот каналов, как у меня, да, ну, небольшое там 40 тысяч подписчиков, 41, по-моему, просто как будто бы потопили каналы, попали то ли в теневой банк, то ли что произошло, не знаю. Я не одна была такая. Многие начали создавать новые каналы, забрасывали те, что у них были, то есть рассказывали подписчикам, подписчики уходили на другие каналы, потому что реально просмотры в один момент упали просто. Видео перестали рекомендовать. Если раньше у меня видосы там в среднем набирали по 30, по 40, по 50 тысяч просмотров, то сейчас я не могу тысячу просмотров набрать на основном канале, хотя у меня 41 тысяча подписчиков. Многие могут подумать, что я этих подписчиков накрутила. Нет, я их не накручивала, меня просто не показывают. Был период, когда вот даже кто нажал на колокольчик, не показывали в реке, ну, в подписках. То есть вот этот был период, я не помню, когда это было, по-моему, это было не вот не перед, ну, в общем, короче, когда сделали новую творческую студию, полностью перевели YouTube на новую творческую студию, вот которая сейчас есть, раньше же другая была. И вот после этого просто, и многие жаловались, ну, вот что есть, то есть, как бы, что-то там с алгоритмами произошло, и я не знаю, может быть, у меня канал в тени Мобани, ну, я не напрягаюсь, честно, честно, я не напрягаюсь по этому поводу. Ну, вот как оно идет, так идет, ну, значит, так должно было. Все, разболталась, на этом буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки, ну, а я, конечно же, буду готовить для вас новые мукбанги. Всем приятного аппетита и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok